Доброго здоровья! С вами Нелнара и Лейна. И в этом видео мы ответим на такой вопрос, который нам уже достаточно часто задают. Что такое ченнелинг? Так как на нашем канале уже большое количество различных ченнелингов, а также задают вопрос, почему, прежде чем ответить на различные мои вопросы, Руслан находится в медитативном состоянии, с закрытыми глазами. Некоторым кажется, что он спит или нечто подобное. Ченнелинг — это установление контакта с различными существами. В данном случае Руслан устанавливает контакт со своими наставниками, помощниками. Они могут быть в различных измерениях, и всё зависит от того вопроса, о котором идёт речь. Есть специалисты в разных областях. Чаще всего это со своими наставниками, с представителями звёздной семьи или с теми его кураторами, которые его ведут на данный момент. Чтобы выйти на контакт с существами внеземного разума, предварительно нужно войти в это состояние, в состояние медитации. Для этого Руслан совершает аскезы уже на протяжении более 27 лет, как он практикует сухое голодание. Это основная аскеза, которую он практикует. А также он практикует глубокие медитации. То есть на момент ченнелинга он часто находится в состоянии голода полтора суток, двое суток. И уже находится в состоянии медитации. Это всё к моменту, когда мы включаем камеру и начинаем запись, когда задаётся какой-либо вопрос, и он начинает отвечать. Я предварительно могу зачитывать какую-то информацию на эту тему для того, чтобы у него была настройка на данный вопрос, и уже шло считывание информации на данную тему. В интернете вы можете найти определение, что такое ченнелинг. Но я могу сказать своё мнение. То, как у меня это происходит. Одни из способов, то, как я это делаю. Хотя это будет приблизительное описание, потому что в точности это непросто описать. Это надо либо прочувствовать, либо пропустить через себя, как минимум. Но одно из проявлений ченнелинга — это когда иногда я могу закрытыми глазами это делать, иногда открытыми. Это процесс улавливания мыслей. Если бы я не знал, что такое ченнелинг, если бы не подразумевал внутри себя, что я могу общаться не только с собой, я бы принимал эти мысли за свои. Да, они могли показаться странными. Да, это как новые идеи, новые образы. Но я улавливаю мысли, которые до сих пор меня никогда не посещали. И тогда я понимаю, что это кто-то ещё. Я обмениваюсь мыслями с существом, который находится выше меня, осознаннее меня. Или специалист в чём-то, превышающем мои знания или понимания. о том, о чём звучит вопрос, или о том, чем я задался. Эти мысли могут быть как текстовыми, так и мыслеобразами, так и картинами, и даже сценами. Когда Лейне зачитывают вопрос, у меня уже начинает формироваться образ, картина, сцена, действия. И когда она останавливается, то сцена продолжается, и я её рассказываю, что происходит дальше, если этот вопрос касается именно продолжения описания того, что происходило. или когда вопрос касается, что там было через какое-то время, включается эпизод конкретный действия. И я как сторонний наблюдатель вижу, что происходит. и как я это оцениваю? Я могу ошибаться, могу искажать сам себя, но с моей точки зрения, и очень упрощённо говоря, одно из моих «я» берёт моё сознание, одно из моих тел, например, ментальное тело, и переносит его вместо действия. Или наоборот, по-другому говоря, само действие разворачивает перед моим ментальным телом и показывает, что происходило, что происходит сейчас или что будет происходить. Так же вам иногда кажется, что Руслан как будто бы спит. Это, конечно, кажется так людям, которые просто не знают, что такое ченнелинг. В данном случае посмотрите, как мы сидим, сзади нет спинок, и когда мы сидим, абсолютно ровный позвоночник. Для чего это? Потому что энергия идёт сверху, она проходит вниз по позвоночнику и активируются все чакры для того, чтобы запустился процесс ясновидения и принятия информации. То есть на самом деле очень сложно спать или вообще отдыхать, так скажем, в таком состоянии. Попробуйте вот так посидеть. это именно настройка на принятие информации. Я могу видеть и при открытых глазах, но иногда, чтобы увидеть точнее, яснее, тянет закрывать глаза. Они иногда автоматически закрываются. Иногда очень хочется их закрыть, потому что энергия поступает такая, при которых отвлечение на внешние раздражители мешает раз. Иногда просто для сохранения той энергии и тех мыслеобразов хочется изолироваться от внешнего мира, и поэтому в том числе я закрываю глаза. Закрытыми глазами иногда я вижу больше, яснее и точнее. А иногда просто хочется сохранить чуть больше энергии, потому что через глаза энергия выходит. Мы её теряем. И закрытие глаз сохраняет какое-то количество энергии и заключённой в неё информации, которую я прокручиваю перед своим взором. Но легче это делать с закрытыми глазами иногда, но не всегда. Да, очень часто хочется закрыть глаза, и мне тоже, потому что активация третьего глаза вызывает некие, скажем, специфические ощущения вот в этой области. Может быть, и поэтому так часто моргаю, потому что глаза хочется закрыть, а в данном случае, общаясь с вами, нужно смотреть на камеру. Если впредь Ольга всё больше будет закрывать глаза на всё более долгий срок, значит, и она подпадает под действие этой энергии и тоже учится давать ченнелинг. Я больше считываю информацию образами. Ченнелинг — это всё-таки принятие мыслей пакетов по большей части. И да, очень хочется позвоночник выпрямить настолько, чтобы он стал выровнен вертикально и настолько стал ровным, чтобы звучал, как струна, натянутая. Вот тогда приходит самая чистая, неискажённая энергия. И в эти моменты лежать не только не хочется, а когда лежишь, принимаешь другие энергии горизонтальные, от сущностей низкочастотных, эгоистических. Я это знаю, поэтому я не даю ченнелинг в лежащем положении. Это основной секрет. Я это раньше не говорил, потому что достаточно много людей пытаются делать ченнелинг, входить в трансгипноз. Я не хотел их компрометировать, но меня попросили, у меня достаточно много обращений было, прокомментировать людей, входящих в лежащем положении, в состоянии, при котором считывают что-то. И да, они что-то считывают, но кто им даёт эту информацию, через кого, это уже другой вопрос. Это горизонтальные энергии, это не вертикальные потоки, это именно горизонтальные потоки. А горизонтальные слои связаны с сущностями, стоящими не выше человека, а в основном ниже. Да, они могут помогать, но из-за этого они берут энергию как с тех, кто лежит, с пациентом, или с самим видящим, так и с гипнолога, так и со всех слушающих их и зрителей их. Здесь происходят особые горизонтальные обмены. Но это уже тема возможна для другого видео. Ну, ещё также хочу добавить, что вряд ли вы слышали, чтобы подобные гипнологи или слиперы как-то готовились к своим сеансам. Часто они это делают в любом состоянии, на полный желудок, употребляя любую пищу. Нету каких-то границ, нету разницы. Потому что для сущностей низшего порядка наоборот, чем более низкочастотная энергия у человека, чем больше он отягощён, тем легче будет выкачать ещё больше с него энергии. ну, дав ему какой-то как аванс, какую-то, может быть, информацию такую, немножечко о чём-то. Может, правда, а может, и неправда. И таким людям, да, поэтому не нужно никак готовиться. Для контакта с высшими существами всегда нужна подготовка. Это всегда нужно поднять свои вибрации, чтобы дотянуться до них. А для этого нужна аскеза. Других способов нет отключиться от этой матрицы. Всегда легче, как делают подобные слиперы, наесться, установить контакт с сущностями, а может быть, и выпить алкоголь или нечто подобное. Или каких-то наркотических веществ употребить. Ну, как вам всем известно, и алкоголики могут видеть сущность. Это называется белой горячкой. Для этого особо много ума не надо. Купил бутылку водки или, там, не знаю, какая доза у алкоголиков, чтобы получить белую горячку. При наличии наличии кое-каких способностей, которые можно назвать созерцание одного из слоёв нижнего астрала. Можно описывать, что там происходит, и проецировать туда запрос «Хочу видеть это, нужно узнать это». И там будут мультики такие. Мультики по данной теме, которые будут искажать то, что есть на самом деле. И вообще-то есть астралов, которые проецируются, ответы, но они могут и имеют обычные искажения. То есть проекции того, что происходит на самом деле, в искаженном виде. Поэтому бывают у таких людей ошибки. Астрал бывает разным. Бывает низший астрал, где находятся низкочастотные сущности. Бывают миры высшего астрала, и там находятся ангельские существа. И есть существа внеземного разума, те, которые вообще не находятся на этой планете. Ряд из которых ведут Руслана, и с которыми он устанавливает контакт, находясь здесь, на Земле. Это те, с кем он когда-то жил в одной цивилизации. Так как неоднократно в своих видео Руслан подчеркивал, что мы с ним являемся воплощенными инопланетянами, и прибыли когда-то сюда на Землю, воплотившись вот в те тела, которые есть здесь. Я ещё могу сделать кое-какую подсказку. Когда человек сидит вертикально, так он считывает максимально высокие энергии, потому что его тело синхронизируется с вертикальными потоками. Он может максимум в этот момент отклоняться и вот так вот шататься или качаться, но он держится одного уровня вертикального. Он может немного колебаться, но он возвращается к амплитуде, которая держится в вертикальном состоянии, потому что энергии могут спирально входить в него, и это заставляет его чуть-чуть вращаться. Либо вертикально, либо с вращением, но позвоночный стоп обычно обращён вверх. Если у человека тянет отклониться, например, вот так наклоняться или вот так наклоняться, значит, это особого рода. Я не хочу выдавать, кто там говорит через него, но это уже, я просто упрощу, говорю, это искажение. Только вертикальный ченнелинг даёт самое высшее своё состояние обращения к самым бывшим существам. Чем больше отклонений в сторону горизонта или наклонения сюда хотя бы, тем больше искажений. И вы можете вспомнить классическое изображение позы лотоса, позы для медитации. Как выглядит человек, сидя в позе лотоса. Это абсолютно ровный прямой позвоночник. Именно это положение помогает духовному росту, получению информации и развитию своих способностей. Если это видео посмотрят те, кто нас копирует, пародирует, пытаются подражать нам, да, они могут выпрямить свои позвоночники с этих пор и пытаться делать то же самое, что и мы, но этого недостаточно. Здесь ещё нужен опыт, мудрость, а это складывается годами, десятилетиями. И аскетические практики, опять же, подчеркну, стаж которых у Руслана уже более 27 лет, и это не только сухое голодание, но и практики отшельничества, уединения, глубокие медитации, а также Руслан обучался самому процессу ченнелинга у других известных контактёров и ченнелингов. И все они имели опыт ченнелинга размером во многие десятки лет. И все они люди преклонного возраста. Всем им за 50 лет и выше. Среди них нет молодых, потому что молодому человеку до 30 лет невозможно делать ясный и чистый ченнелинг вообще совсем. Это связано с нестабильностью психологического эмоционального состояния, недостаточной ментальной базой, которой обладают молодые люди, и отсутствием каких-либо аскез, которые они проводят, а следовательно, это большая вероятность подключения к нижнему астралу и вероятность, что такой человек просто имеет подселение и в данном случае вещает его астральный подселенец. И вы можете посмотреть, взять статистику самых известных или самых популярных, самых авторитетных ченнеллеров. Это те, кто собирает самые большие залы, не просто вещает в интернете и у него есть подписчики, а те, кто действительно имеет смелость и возможность, и люди его зовут, люди идут на его семинары, практикумы, на его ченнелинги, и он собирает не просто залы, а гигантские залы и даже стадионы, где на его ченнелинг приходят тысячи людей. И эти люди, все эти люди имеют преклонный возраст, всем им за 50 лет, и они в этом многоопытны. Также в продолжении этой темы можете посмотреть другие наши видео. Мы рассказывали про ченнелинг сущностями в одном из видео, ссылку вы увидите выше, про правду о регрессологах, магах, колдунах. И посмотрите видео про касты, как различать людей, представителей различных каст, и кто является настоящими магами. И таких настоящих магов, ченнелеров. контактеров так мало, что днем с огнем не сыщешь. Копирующих, пародирующих много. Поэтому будьте внимательны, смотрите, выясняйте. Ко мне обращались, обращаются люди, которые просят научить их ченнелингу, которые просто спрашивают, могу ли я быть твоим учеником, ученицей. И тогда они проходят испытания на возможность и способность быть таковыми. И некоторых людей, прошедших самые простые испытания, я вел и некоторых веду. Но еще пока ни один из них не стал тем, кто прошел действительно все испытания, они еще в процессе, кто смог достичь. и часть этих людей идут этим путем годами, потому что я шел к этому более 30 лет. И никто из моих учеников пока не стал настоящим ченнелером. И пока им еще до этого далеко. Все эти люди либо в процессе обучения, либо получили от тебя какую-то информацию, а потом просто воспользовались ею в качестве своей выгоды и раскрутки своего имени. Многие люди хотят очень упрощенных способов стать такими, как я. Некоторые пытаются и даже стать выше. Это попытки, которые пока не пройдут всю ту школу, которую я прошел, не могут увенчаться успехом. Хотя бы тот стаж голоданий, то количество дней голода, которые я набрал за 30 лет, а также те рекорды голоданий по количеству дней, еще никто из моих учеников не смог и близко преодолеть. Ну, а некоторые немножко попытавшись прекратили этот процесс, поняв, что бизнес на ченнерингах интереснее. Да, некоторые очень рано переходят на денежные обмены, которым хватает получать некоторые деньги, которые на этом сфокусированы, которые не совершенствуют свое в кавычках мастерство, дальше, которые получили первые деньги и все, и это погрузились полностью, сфокусированы только на этом и шлепают что попало, что придется, что первым в голову придет и ошибаются. И некоторые приходящие ко мне жалуются на деятельность других в кавычках ченнелеров, контактеров, медиумов. И я оправдываю этих медиумов как детей, которые пытаются прыгнуть выше своей головы, которые пытаются получить все и сразу не прикладывают к этому никаких усилий или попытавшись например проголдать сутки или двое считать себя достигшими всего и начинать уже свою финансовую деятельность и говорить что они контактеры ченнелеры, что они экстрасенсы и сновидящие и говорить людям что попало и что придется но это уже их личная ответственность и и подчеркнем что без труда без усилий вот просто так можно выйти на связь с сущностями нижнего астрала или подхватить себе подселенца который будет вещать через вас но без аскез без каждодневной работы над собой без самосовершенствования развития постоянного обучения и совершенствования себя невозможно установить постоянную связь и контакт с высшими существами те кто не развиваются им просто неинтересны я думаю мы вкратце вам объяснили и как вам отличить настоящий ченнелинг от пародии и друзья будьте осознаннее если у вас появились какие-то вопросы по сказанному нами пишите свои вопросы в комментариях здесь на ютубе или на странице Руслана ВКонтакте и на этом все но только на сегодня и встретимся в следующем видео до свидания и в Продолжение следует...